У нас в гостях Ростислав Ищенко. Ростислав, доброе утро. Доброе утро. Вот просто, чтобы ты понимал сложность нашей аудитории. Вот два сообщения рядом. Там ты, наверное, слышал хвост наших обсуждений в предыдущий час. Два сообщения рядом, просто для диспозиции. Одно сообщение. Здорово, что разговор вернулся к большому, а то бытовуха типа Украина, Турция уже достали. Спасибо, пишет Эдуард. Рядом с ним тут же, в эту же минуту, другое сообщение. Тоже из Москвы, Московская. Сложные два часа в плане формулировок. Обсуждение международной обстановки ожидается. Это типа проще. Даешь Украину. Вот Украина, это оказывается простой предмет, очень понятный нашим слушателям. Я, например, считаю, что ты всегда Украину обсуждаешь достаточно сложно, и это правильно. Потому что ничего там такого простого нет. Действительно, это отрезание куска территории, отрезание куска большой русской цивилизации, которая производится, наверное, все последние годы после краха советского проекта. Ну, и особенно интенсивно последние два года. Вот поэтому, я-то обсуждаю это прежде всего поэтому, потому что, ну, меня интересует то, что имеет большой исторический смысл. И в этом я вижу главную угрозу. Но при этом мы все равно с тобой обсуждаем и разные перипетии текущие. Что произошло за последнюю неделю, о чем ты хотел бы сообщить? Там ничего не происходит последние два года. Там все, что могло, уже произошло. Последнее событие произошло 20-22 февраля 2014 года, когда формализовался переворот. После этого, в принципе, украина окончательно утратила субъектность. Поэтому, ну, понятно, что какое-то шевеление происходит. Все-таки несколько десятков миллионов людей живет, да? И некоторые из них даже считают себя политиками. Но, в принципе, там ничего не происходит и происходить не может. Потому что, понимаешь, ну, вот для того, чтобы осознать весь трагизм ситуации на Украине, достаточно посмотреть на политиков, которые эмигрировали с Украины и продолжают, вроде бы, как бороться против киевской власти. На самом деле, ты же часто вместе со мной по отдельности участвуешь в всяких мероприятиях, помимо этой передачи, в которых так или иначе обсуждается Украина. И там присутствуют разного рода политики. И те, которые сейчас находятся на Украине в оппозиции, и те, которые сейчас находятся в Москве. И тоже в оппозиции. Да, и тоже в оппозиции. И вот, по большому счёту, если, кстати, абстрагироваться от словесной шелухи и свести все их идеи к одной фразе, они говорят примерно следующее. Ну, вот сейчас либо там Порошенко задушит вот этих вот нацистов, да, бесхозных, которые по улицам с оружием бродят, либо, может быть, там Россия или кто-то ещё что-то сделает. Вот, в общем, как-то ситуация наконец-то стабилизируется. Мы вернёмся. Мы вернёмся, договоримся с действующей властью сейчас. Ну, и всё будет как раньше. Или ладно, ну, может быть, там Порошенко и Яценюка посадят в тюрьму. Ну, будет, там кто-то придёт из второго ряда, там Тимошенко придёт. Ну, в общем, мы всё равно вернёмся, договоримся, и всё будет как раньше. То есть, на самом деле, они в этом отношении абсолютно едины с верхушкой хунты. Те тоже хотят, чтобы всё было как раньше. Ну, только вот они поменялись местами, Януковича больше нету, да? Ну, теперь пусть всё будет как раньше. Как раньше, только я буду на троне. Да. Значит, а как раньше уже невозможно. То есть, после гражданской войны, да? После практического уничтожения основ государственности, как раньше уже невозможно просто. И политики эти вернуться там могут, руководить вряд ли. Просто потому, что они привыкли работать в другом формате. Они привыкли жить за счёт советского наследования. При этом, неважно, они его разворовывали или просто проедали. Важно, что у них была огромная базисная подушка, на которой они сидели, прекрасно себя чувствовали. Значит, и в течение 25 лет за счёт вот этого вот наследия существовала государственность. Они не прилагали к этому никаких усилий, ничего не создавали. Они только использовали то, что было. Доставали из тумбочки. Вот смотри. Сейчас в тумбочке всё закончилось. Мне кажется, ты глубоко прав, но я бы ещё чуть-чуть шире, да? Я посмотрел на это, мне так кажется, тоже принципиально важным. Дело не только в экономическом и хозяйственном наследстве, да, которое досталось. А меня, честно говоря, вот я это понял, вот прямо осознал так глубоко, да, совсем недавно. Ведь, ты понимаешь, тут же важнейшее ещё идеологическое наследство или культурно-идеологическое наследство. Я вдруг понял, что вообще-то поражение, ну, если хочешь, в кавычках сейчас скажу, там, русского мира на Украине, да, или отторжение этого куска нашей цивилизации от нас началось в таких незаметных вещах, ну, например, когда твоих предков называют оккупантами и сталинскими палачами, а ты сидишь и ничего не говоришь по этому поводу. Ну, это же как бы не всерьёз, правда? Когда мы пропускаем такие вещи, то дальше остановиться почти невозможно, зацепиться не за что. Ты оказываешься никто в историческом смысле, да. И, кстати, вот много дискуссий, прости, что я прерываю, много дискуссий здесь у нас в корреспонденции нашей по поводу, там, почему с Донбассом не произошло что-то, как с Крымом. Я скажу, главная причина, почему с Донбассом, на мой взгляд, потому что вся донбассская элита Донбасс предала. Вот те, кто защищают Донбасс, это всё простые люди. Там нет ни одного, как мой друг Семён Уралов любит употреблять это слово, элитария. Вот ни одного элитария в защитниках Донбасса практически нет. Это всё простой народ. И в этом главная причина, почему с Донбассом произошло так, а не так, как с Крымом, да, потому что Крым в этом смысле был един. Извини, Рокимон. Нет, ну, я тут с тобой не согласен, я всегда говорил и всегда буду повторять, что в этом самом, что если бы флот стоял бы во Львове, так во Львове, со Львовом было бы как с Крымом, значит, независимо от содержания местной элиты. Потому что, ну, крымскую элиту я хорошо знаю, да, причём не только, кстати, её там верхний уровень, но и все средние звенья, промежуточные и так далее. Я могу сказать, что летом 2014 года, значит, раздуваясь от гордости, рассказывали, что теперь они наконец-то вернулись в Россию, те же самые люди, ну, из такой, я говорю, средней крымской элиты, да, которые, я знаю, которые буквально за полгода до этого говорили мне, а вот нельзя так, самое, там, радикально выступать. Крым — это всё-таки Украина, это уже состоялось, мы должны туда интегрироваться и так далее. Крымская элита совершенно спокойно продавала и предавала народ Крыму, когда она, значит, соглашалась с фактическим отказом от автономии, это происходило ещё при Кучме, когда крымская конституция была извращена, значит, и крымская элита была поставлена в подчинённое положение, она предавала народ при Ющенко, когда ей назначали туда фактически гауляйтеров в Крым, они с этим мирились, она предавала при Януковиче, когда в Крым была завезена донецкая элита, и местная крымская с этим тоже совершенно спокойно смирилась, и она бы предала бы и сейчас. Они бы тоже точно так же переехали бы в Киев или пошли бы договариваться. Другое дело, что там ситуация, так сказать, не располагала к этому. Они не успели предать, слишком быстро всё произошло. Ну, хорошо, давай так, а на Донбассе успели, да, а на Донбассе успели. Ну, вот мне просто это было важно, про идеологическое наследство, потому что начали с того, что согласились с тем, что наших дедов, которые сражались, обозвали оккупантами, а мы стерпели, а закончили десоветизацией и установлением фактически этнократий, да, национальной этнократии над 30 миллионами людей. Ну, понимаешь, я, например, в 98-м году потому и покинул государственную службу, да, и, так сказать, занялся, так сказать, вольным промыслом. Потому что, с моей точки зрения, вот тогда уже, так сказать, был решён вопрос о том, что украинское государство, значит, в обозримой перспективе исчезнет, причём исчезнет трагически. Потому что до где-то вот 97-го, 98-го года сохранялась возможность его развития по другой тенденции, как второго русского государства, да. И тогда мы могли бы там сидеть, допустим, и обсуждать, значит, у кого жить лучше, да. То есть свободно конкурировать, да, значит, в чём-то договариваться, в чём-то спорить, не соглашаться. Но, по большому счёту, это действительно были бы, так сказать, союзные, более того, даже взаимно интегрированные страны. Ну, вот, не знаю, там, наверное, ближайший пример Австрии и Германии. Значит, там, где Австрия до сих пор не Германия, только потому, что после 45-го года запретили повторный аншлюз, да. Ну, а потом уже так сложилось. То есть теоретически можно было совершенно спокойно выстраивать на Украине реально сильное, вполне жизнеспособное, но второе русское государство, потому что там большая часть народа русских. Значит, когда в 98-м году когда-то стало уже примерно выстраиваться конфигурация второй избирательной кампании Кучмы, запланированной в 99-м, стало понятно, что все, значит, достигнут элитный консенсус. Значит, да, пророссийские настроения, или просоветские даже настроения еще будут использоваться, но нет ни одной группировки в элите, которая бы реально их отражала, которая бы реально считала бы... Их своими. Да, да, эти взгляды своими. Значит, стало ясно, что будет строиться другое государство, как написал Леонид Данилович, будет строиться Украина, не Россия, или будет строиться Украина, анти-Россия. А такое государство нежизнеспособно не может жить, потому что если оно выстраивается по принципу антагонизма по отношению к России, значит, антагонизма по отношению к своему прошлому, то это просто молоток, который будут использовать некоторое время, а потом выбросят. Значит, что сейчас, собственно, по большому счету и происходит. Вот, поэтому здесь, опять-таки, проблема не столько идеологии, которая накрыла массы, потому что до сих пор, ну, если не большая часть уже, может быть, потому что Крым ушел, пол Донбасса ушло, да, то примерно половина населения Украины, в общем-то, не разделяет, так сказать, господствующую идеологию, да, значит, а раньше вообще это была большая часть. Значит, это проблема неадекватности политической элиты, которая не поняла, по большому счету, зачем необходимо государство. Они рассматривали государство как ларек, который можно ограбить. То есть не как ларек, в котором можно работать, да, при помощи которого можно зарабатывать, где можно торговать и так далее, как ларек, который можно ограбить. И как только в этом ларьке, значит, закончились блага, да, закончились товары, он стал просто не нужен. Вот сейчас они еще просто не все поняли, что из тумбочки брать больше нечего. Те, которые поняли, они, кстати, постепенно исчезают, они отползают с Украины и расставляются в других государствах. Значит, те, которые не поняли, они все еще говорят, так как всегда же там лежало, да. Вот мы сейчас открывали дверцу, руку засовывали, даже не глядя, и что-то доставали. А сейчас уже сами туда влезли, и ничего найти не можем. Ну-ка, давайте пусть нам Международный валютный фонд эту тумбочку наполнит. Раньше они говорили, допустим, Янукович за все время своей каденции, он говорил, пусть Россия наполнит, пусть нам там на газ скидку сделают в два-три раза. А почему? А потому что нам надо. Это было нормальное такое, простодушное, даже детский какой-то подход. Ну, понимаете, нам надо. Нам надо за счет чего-то жить. Вот у нас там есть определенные обязательства государственные, да, там, социальные. Нам надо пенсии платить. А денег у нас нету. Поэтому давайте вы нам дадите. А когда говорили, так хорошо, мы-то дадим. Но давайте вы тогда тоже на всякие-то обязательства примете. Говорили, нет, мы не будем, потому что, ну, мы же независимое государство. Поэтому вы деньги дайте, но обязательства мы никакие принимать не будем, потому что это ущемит сам факт принятия на всяких-то обязательств, ущемит нашу независимость. Это были абсолютно детские подходы, как раз он-то и свидетельствовал о том, что элита полностью неадекватна. Причем они же в этом отношении не лукавили и не лукавят. Когда они выходят под телекамеры и несут абсолютную ересь, они говорят то, что они чувствуют, то, во что они глубоко верят. Ну вот сейчас же говорят о том, что уже наметились какие-то охлаждения Вашингтона Киева, об этом говорит вице-спикер Раде. Я разве говорил, что американская элита неадекватна? Вашингтон может теплеть, холодеть, даже Фиджи может по отношению к Украине политику менять. Я говорил, что украинская элита неадекватна. Что она приняла одну единственную концепцию. Значит, о том, что свалившийся им на голову суверенитет свалился просто потому, что они очень умные и красивые. А в подтверждение этого надо украсть все государственное достояние. Но при этом они уверены, многие до сих пор уверены, что достояние это бесконечно. То есть сколько ни воруй, а его все равно будет столько же или даже больше. То есть они не понимают, что без созидания нечего растаскивать. Слушай, ну они вот созидательное решение приняли, я просто забалдел. Приняли решение о том, что теперь будут конвои сопровождать конвои западных транспортников, которые едут через территорию Украины. Ну, в принципе, это правильное решение, потому что могут же ограбить. Там же, кстати, на Украине же прямая демократия. Ну вот посмотрел телевизор, да? А там какой-то западный политик, ну допустим, не знаю, французский или итальянский сказал что-то об Украине, а тебе не понравилось. Вышел автомат, взял автомат, прыгнул с ним на большую дорогу, снял фуру. Номера итальянские, итальянские. Ну а чего вы самую Украину не любите? Разгружай. Они же так подходят к тому самому, к делу. Причем, опять-таки, я же говорил, что вот это еще одно свидетельство неадекватности элиты, когда они фактически покрывают, да, вот эти вот бандитствующие, мародерствующие группы, разводят ручками и говорят, ничего не знаем, ничего сделать не можем, это у нас народ, да? Вот они же как раз фактически подтверждают, что у них нет государства. И что сами они никто, и звать их никак. Потому что если у меня по кухне тараканы могут строем ходить и парады проводить, то это уже не моя кухня. Вот и у них точно так же. Государство нужно для упорядочения отношений, для выполнения законов, для поддержания законности, да? Значит, а они почему-то считают, что, значит, если у них половина государства находится под контролем банд, то это свидетельство какой-то выдающейся демократии. При этом, если бы они еще бы не понимали, что это банды, ну можно было бы сказать, ну глупые, да? Ну или да, это бандиты. Но это народ. Поэтому мы ничего не можем сделать, когда этот народ высказывает таким образом свою волю. Прекрасно. Смотри, вот народ опоры электропередач в Крым взрывал. Потом он, народ, опять же, останавливал наши фуры, грузовики. Вот. А вчера народ пришел к телеканалу Интер. Вот. Стекла побил, да? Бобил стекла и чего-то там требовал. Но, в принципе, это выглядит как народ, про это расскажут. Но мы-то с тобой прекрасно понимаем, что, в принципе, пришли к господину Левочкину и господину Фертушу с предложением, в принципе, отдать телеканал. Ну, хватит уже. Поигрались и будет. Ну, не обязательно пришли с предложением отдать канал, потому что не так просто у господина Левочкина забрать канал. Потому что господин Порошенко, конечно, президент Украины, но господин Левочкин лучший друг американского посла, пока, по крайней мере. Да, и человек, который, можно сказать, своими руками создал на своем горбу, вынес этот майдан, который привел к власти всех остальных обормотов. Ведь без... Персональные заслуги, да, у этого человека большие. Без активной деятельности господина Левочкина, господин Яценюк, господин Тигныбок, господин Кличко вполне могли, кстати, закончить свою политическую активность в тюрьме уже в 2013 году. Потому что при всей слабости тогдашней власти она все-таки пыталась как-то сопротивляться. И я-то можно сказать, что первую неделю-две майдана даже Запад еще не определился сразу, он его будет поддерживать или все-таки это фальстарт, Янукович разгонит. Если бы Янукович тогда принял бы жесткие меры, майдана бы не было. Потому что они еще сидели и вышедали. И Левочкин в значительной степени блокировал активность Януковича. И Левочкин втягивал его в переговоры. Ну, активность силовиков несложно было блокировать, они же люди не самостоятельные. Они все время кивают на Виктора Федора. Еще он принимал решение, он не принимал решение. Хотя, в принципе, не только для всего МВД в целом, но даже для обычного участкового милиционера в инструкции прописано, что делать. Ну, для этого не надо дополнительных команд. Если у тебя на улице хулиганы нападают на людей, ты должен противодействовать хулиганам. Кстати, в том числе и с применением оружия. Даже если эти хулиганы безоружны, но их много, и они представляют опасность, несут угрозу жизни. А на Украине, в Киеве, в частности, выходили тысячи хулиганов. Причем не скрывали того, что они не только хулиганы готовятся стать убийцами. У них уже тогда звучали лозунги, призывавшие к убийству. Они вооружались открыто. Пусть тогда еще бейсбольными битами, какими-то там пружьями арматурой, но они несли реальную угрозу жизни и благополучию граждан. Захватывали уже административные здания. А правоохранительные органы смотрели на них так издалека. Прикрывали правительственные кварталы. Говорили, ну как президент прикажет, так мы и будем наводить правила. А если не прикажет, так извините. И это же ведь не была их позиция, которая родилась где-то в ноябре или в декабре 2013 года. Дело в том, что и до этого и преминистр Захарченко, и преминистр Могилевев, который возглавлял МВД уже при Януковиче, я не говорю там преминистрах Ющенко. Когда происходили столкновения между, скажем, нацистами и пророссийскими активистами, нацистов отпускали, а тех сажали на 15 суток. Новости. 10.33 в Москве. Мы продолжаем нашу программу. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко у нас в гостях. Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, успеете еще задать свои вопросы. Спрашивают вообще про Интер. Не все слушатели понимают эфирное наполнение этого телеканала, и почему пытаются теперь отжать именно его. Вот можно в общих чертах, чтобы люди понимали. Он собирается отжать, хотя это, конечно, весьма интересный ресурс. И его всегда пыталась власть контролировать. Но сейчас он вполне лоялен по отношению к власти. Значит, самое главное, что он вполне лоялен по отношению к политике Соединенных Штатов на Украине. Там проблема была в одном. Какая-то из его сотрудниц... Ну, ты считаешь, что это реально. Ну, а что такое? Ну, да, Ростислав, ну и сотрудница в техническом канале связи, там, на операторов или на... Нет, подожди, но это пошло в эфир. Ну, правильно, да, это пошло в эфир, но понятно же, что она не имела в виду, называя ерундой, это перевод на литературный язык, ерундой нечто происходящее, она не имела в виду... Нет, во-первых, во-первых, никто не знает, что она имела в виду, значит, может, да, может, это имела в виду, может, не это имела в виду. Ну, истерика сама по себе прекрасна. Это соответствующим образом прозвучало. Это, во-первых, во-вторых, ты ведь должен понимать, что там реально достаточно большое количество неадекватов. Я не говорю о том, что, так сказать, никто не мог, так сказать, использовать вполне реальное недовольство. Могли использовать, а могли просто прийти камни, так сказать, побросать. Тем более, что ведь это же не было вот только акцией, значит, группы товарищей, которые пришли там и кричали, что Интер плохой канал, да. Значит, девушку, значит, уволили, выслали из страны, уволило-то ее руководство Интера, но из страны-то ее выслало, не руководство Интера, да. То есть это было решение принято на государственном уровне. Да, СБУ, пресс-секретарь СБУ рассказывала подробно, как они с ней боролись. Вот, значит, соответственно, в данной ситуации внимание-то концентрировалось не на Интере, а на девушке, значит, которая оказалась там агентом ФСБ, МОСАГО, СИГУРАНСКИ и так далее. Вот, поэтому, с моей точки зрения, здесь действительно есть, ну как, большое самое недовольство не только народа, который вообще никого не интересует, да, но большое недовольство вот этих самых нацистских боевиков, которые революцию совершили свою, да, а к власти таки не прорвались. То есть совершили переворот в чужую пользу. Значит, эта нацистская революция до конца не дошла. Они реально недовольны. Да, они не объединены, я уже много раз говорил, у них нет своего Гитлера, который бы их объединил в одну партию и бросил бы на штурм бастионов власти. Но, тем не менее, они представляют опасность. Они, их очень много, они власть не любят, они вооружены. И самое главное, их кормить нечем. То есть они кормятся с территорий. Поэтому периодически, тем более сейчас, произошел раскол элит, да, они не могут, так сказать, выяснить, кто матери истории более ценен, и кого надо сбросить с корабля истории, а кого-то надо. Значит, и, соответственно, эти элиты тоже там по очереди еще заигрывая вот с этим вооруженным быдлом, извини меня, значит, они, так сказать, подогревают протестное настроение именно в нацистской среде. Значит, это опасно. Поэтому элемент отвлечения внимания просто на, так сказать, какой-то негодный повод, ну, брякнул там кто-то что-то в прямом эфире, ну, прекрасно, займитесь. Значит, это тоже, значит, может играть свою роль. Я еще раз вспоминаю, отжать Интер у Левочкина из-за того, что там кто-то пришел, ну, это не так просто. Левочкин его от Януковича защищал. Это вам не Порошенко. Виктор Федорович с детьми и соратниками за горло брал мощно. И, тем не менее, значит, до Интера он так и не добрался. А уж от этого несчастного владельца Пятого канала, значит, Левочкин отобьется. Петра Алексеевича, так же, как Игоря Валерьевича, которому сказали, не надо тебе больше работать губернатором, да, посыл Паецк. Вот еще так же он вызовет Петра Алексеевича и скажет, Петр Алексеевич, неинтересен вам Интер. В принципе, неинтересен. Забудьте его существование. Думаю, что это весьма правдоподобно. Думаю, что это весьма правдоподобно. Вот слушатели спрашивают, а как понять, сколько вообще русских на Украине, да? И сам же предлагает такое решение. Ну, русские, наверное, это те, кто думает на русском. Вот когда ты говорил, я думаю, что этот вопрос вызван темой, которую ты затронул, другое русское государство. Потому что я-то тоже всегда так считал, что ничего страшного, если есть две государственности, одной политической нации. Никакой проблемы я в этом не вижу. Да, это просто лишняя расходная статья, но жить можно. Но жить можно, да. Вот как ты считаешь, когда обсуждают тему, значит, мы потеряли Украину, а вот эти такие слова, мы потеряли Украину, для меня имеют один единственный смысл, да, что откололась значительная часть русской политической нации. Я не этнический фактор имею в виду, ни в коем случае. И она переформатирована или переформатируется. Ты считаешь, это, ну, серьезный уже исторический процесс? Или это пока еще, ну, региональные флуктуации, если хочешь? Я считаю, что это временное явление по одной простой причине. Как я уже сказал, в формате антироссии украинское государство существовать не может. Оно сразу же, значит, оказывается в такой позиции, да, в которой прозябается временная Украина. То есть, идеологически объяснить смысл существования государства только тем, что на планете существует Россия, с которой надо бороться, это, кстати, абсолютная бессмысленность. Ну, слушай, подожди, вот президент Эстонии, мощной державы прибалтийской, буквально три дня назад сказал, что процветание Эстонии невозможно, потому что она является соседом России. В принципе, ну, да, ну, наверное, процветание Украины невозможно, потому что она является соседом России. Совершенно, совершенно правильно, я же сказал, что процветание Украины, да, возможно, как второго русского государства было. Эту развилку мы уже прошли. Но сейчас и Украина, и Эстония могут строиться только как русофобские государства. Процветание на границах России мелких русофобских государств невозможно. Тут они, значит, говорят абсолютную правду. Почему я не говорю, что Украина в созданной парадигме, да, она не может существовать как государство. Значит, вопрос сокращения политического русского населения, да, безусловно, идет. Потому что даже в, там, 13-м, 12-м году, в 11-м, когда, по данным института ГЕЛО, по 86% населения Украины своим родным языком считали русский, поскольку ранкету брали на русском, да, значит, в это же время голосовало за партии, выходившие, там, с пророссийскими лозунгами около 52-53% избирателей. И при этом эти 52-53% тоже не во всем были между собой согласны. Одни считали, что надо, кстати, восстанавливать единое государство, другие выступали за очень близкую интеграцию. Ответили, что вообще надо дружить домами, но так дистанционно. Вот, значит, тут и сейчас понятно, что количество такого политического русского населения еще сократилось на Украине. Но почему я говорю, что это временное явление? Потому что общее численное население Украины сокращается значительно быстрее, чем процент политического русского населения. То есть, если сохранится на более или менее длительный период такая ситуация, как сейчас, то проблема Украины исчезнет с последним украинцем. Причем это не какой-то там исторический отрезок времени, да? Это то, что может пройти на наших глазах. Потому что население Украины с 91-го года по нынешнее время сократилось, извиня меня, примерно на 20 миллионов человек. Потому что сейчас дают там оценку в 32-36 миллионов или 32-35. А было 52, да? А было 52, да. И, судя по данным, которые представляют зарубежные государства, окружающие Украину, это оценка правильная. Потому что Украина считает там 42 миллионов статистически, да? Но когда оказывается, что около 2 миллионов в Польше, неизвестно сколько, полтора миллиона только официально зарегистрированных в России, да? И только тех, которые выехали вот после переворота, да? Ну вот я разговаривал недавно с польским журналистом. Он говорит, у нас за прошлый год, значит, только разрешение на работу, ну, фактически видно жительство, да? Получилось 706 тысяч украинцев. То есть 706 тысяч выходов из Украины. Это только официально и только за прошлый год. Да вот давай рядом с этим, извини, рядом с этим положим новость свежую, вчерашнюю. Польша объявила о строительстве стены на границе с Украиной. То есть будет строить забор непролазный, чтобы нелегалы не лезли. Да, ну так вот я ему говорю, ну, наверное, если 706 тысяч получило только официальное разрешение, можем спокойно умножать на 2 и получим примерно полтора миллиона. Он говорит, нет, мы считаем миллиона 2-2,5 и нижняя граница. Так это только Польша. Да, она ближе, да, может быть, украинцы туда... Все же Гомбруще. Да, с большим удовольствием там едут, чем в Италию, да, там, или в Португалию. Ну и в Италии, в Португалии достаточно большая украинская община, которая туда выехала вот за последние десятилетия, и туда сейчас продолжают выезжать, и в других странах. И в Чехии есть проблема с украинской эмиграцией, которая нарастает и так далее. Поэтому население Украины сокращается такими темпами, причем у нас на глазах, что вопрос, проблема украинизации русского населения не стоит по причине исчезновения украинского. Поэтому в варианте исчезновения государственности, значит, да, будет идти после этого долгое и трудное идеологическое переформатирование, но если вчерашние пионеры и комсомольцы стали сегодняшними нацистами, то и обратно переформатировать можно. Мы уходим на новости. Логически, да. В 10 часов 48 минут в Москве мы продолжаем нашу программу. Ростислав Ищенко в гостях. И есть вопросы от наших слушателей по поводу парка советской оккупации, который собираются разбивать в Киеве. И, в общем-то, слушатели спрашивают, с какой целью. Но я отвечу из заявки на парк о том, что именно этот парк должен повысить туристическую привлекательность украинской столицы. Ну, вот в Грузии музей советской оккупации открывали когда-то, да. Значит, да, я помню, в 2008 году масса туристов ломанулась. Правда, на бронетехнике почему-то. Бывает, по-разному в гости ездят. Значит, с моей точки зрения, это, ну, как, действуя по единому шаблону, да, как только в стране формируется более-менее русофобский режим, там, в Прибалтике, где-то, начинают создаваться где-то музеи советской оккупации. Но музей советской оккупации на Украине создали еще при Ющенко. Ну, теперь пошли дальше. Теперь создали парк советской оккупации. Значит, это, кстати, обычный ход, обычный, кстати, идеологический привом. Баснов, советская власть создавала везде музеи Ленина, да. Создают музей советской оккупации. Это как, ну, самое, вот дело в том, что вся постсоветская русофобская государственность, говорю не только об Украинской, это и Прибалтийской касается, хоть они уже, значит, такие европейцы, что французам и не снилось. Значит, она, по сути дела, построена по модели Советского Союза, как говорил незабвенный покойный Виктор Степанович, какую партию не создаем, КПСС получается, да. Значит, она построена по модели Советского Союза, только везде изменены знаки. Тут и другая цитата из Виктора Степановича подходит. Никогда такого не было, и вот опять. По сути дела, значит, они пытаются создать везде единую правильную партию, единую правильную идеологию, везде навязать, кстати, единомыслие, и стройными рядами двигаться вперед к светлому будущему. Только тогда это был коммунизм, а теперь это светлоевропейское будущее. И поэтому не случайно во главе этих процессов и политически, и идеологически зачастую стоят бывшие партийные руководители или, по крайней мере, бывшие активные идеологи, которые нам где-то преподавали историю КПСС или работали в соответствующих партийных структурах на идеологических должностях. То есть для них это относительно просто. Они просто расцветку флагов поменяли. Все осталось прежним. Ну, у нас с тобой буквально три минуты осталось. Я в этой связи сразу вспомнил господина Турчинова, которого вдруг сейчас запророчили как палочку-выручалочку, чтобы не объявлять перевыборы, да, Рады. Палочку-выручалочку на посту премьер-министра тоже же уникальный, как в Одессе говорят, уникальный штымп. Да, это от инструктора горкома комсомола, да, или обкома, по-моему, даже обкома, от инструктора обкома комсомола до... Днепропетровского. Да, до баптистского пастора. Это вообще полшага, да, продвинуться. И вот теперь тоже может быть премьер-министр. Да, там из всей этой банги выходцев из Днепропетровска, которые вращаются в украинской политике, по-моему, единственный бедный Павел Лазаренко был честным барыгой. Значит, просто ворвал. Все остальные, значит, Леонид Данилович был членом ЦК Союзного, ЦК Компартии. Пинчук тоже активно работал в комсомоле. Даже Юлия Владимировна успела поучаствовать в каких-то там комсомольских проектах. Правда, уже полухозяйственных, но все равно комсомольских. То есть там этих самых... Честных людей там нет. Это звучит как приговор, Ростислав. Это звучит как приговор. Но и что? Два слова буквально. Удастся им... Они же как уж сейчас на сковородке вертятся, чтобы не было перевыбора у Верховной Рады. Обманут Конституцию. Ну, дело в том, что по Конституции выборы Рады необязательны. Даже если распадается коалиция, президент только имеет право распустить Раду, но не обязан это делать. Поэтому не захотят, не проведут. Захотят, проведут. И я думаю, что здесь все будет ворщаться вокруг двух вещей. Насколько сильно будут давить или сразу махнут рукой американцы и скажут, слушайте, делайте что хотите, мы о вас забыли уже. Значит, это во-первых. И во-вторых, как будут у них складываться внутренние расклады этих идиотских планирований. Если достаточно серьезная группа, близкая к рычагам управления, в том числе Порошенко, решит, что в данный момент им выгодно провести выбор, они попытаются провести. Просто дело в том, что, ну как, это... Сейчас все вот эти вот политические телодвижения украинских политиков, неважно, они находятся в оппозиции, во власти, критикуют хунту или усиливают хунту. Это все равно нужно плясать канкан на пожаре. У тебя крыша горит, стропила трещат, сейчас дом на тебя рухнет. А народ веселится, значит, просчитывает. Если мы сейчас проведем выборы, то у меня вот в этом горящем доме будет на два депутата больше или на три депутата меньше. Это же очень серьезно. Да, ты знаешь, это точно есть вот это, потому что я тут пообщался с некоторыми товарищами с Украины. Они все готовятся, они все убеждены, чтобы... Не сплясты все. Нет, вот в выборной горячке. Выборная горячка. Все готовятся, как... Ну, надо же зайти в парламент опять. И опять все повторяется по кругу. Да, и договариваться. Зайти и договариваться о том, кто теперь будет, как делить. Главное, чтобы было что делить. Но над этим никто не думает. И делить-то уже практически и нечего. Ну что, спасибо, Ростислава Выщенко, как всегда, за интересный разговор. И мы увидимся с Ростиславом, я надеюсь, как обычно, через неделю. Ну, а мы с Олей заканчиваем нашу программу. И встретимся... Ну, совсем скоро, через выходные, в понедельник. В понедельник утром, да. До свидания. До свидания. Формула смысла.